Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Мы продолжаем серию бесед о московских усадьбах. И сегодня поговорим об Измайлово, царской вотчине и месте воинской славы. У нас в гостях заместитель директора музея, кандидат филологических наук Елена Александровна Верховская. А в начале сюжет. Это копии уникальных чертежей измайловских земель XVII века. Их подлинники, одно из самых крупных картографических собраний того времени, хранятся в Российском государственном архиве древних актов. Измайлова – вотчина Романовых. В центре поместья – государев двор, построенный Алексеем Михайловичем. Государев двор расположился на искусственном острове, образованном в результате строительства плотины на реке Серебрянке и создания двух прудов. На остров ввел каменный мост, завершавшийся мостовой башней. Мост был разобран при Екатерине II, а башня стоит. Своё поместье Алексей Михайлович обустроил как образцовое хозяйство. С охотничьими угодьями, льняной мануфактурой, кирпичным и стекольным заводами, зверинцем и благоухающим садом с экзотическими растениями. Часть строений XVII века сохранилась до наших дней. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, отец Алексей. Усадьба Измайлова, когда-то знаменитый государев двор, построена довольно странно для усадьбы на острове. Вот почему такое расположение? Какой был первоначальный замысел этого места, этой усадьбы? Вы знаете, место удивительное. Чем любопытна эта усадьба? Она, в отличие от многих других великокняжеских, позже царских угодий и усадеб, она изначально была водчиной, родовой водчиной Романовых, часть которой превратилась в остров уже велением любимого нами государя Алексея Михайловича, получившего, как известно в истории, прозвище «Тешайший». Алексей Михайлович, как многие Романовы, отличался страстью к экспериментам, увлечениям, собирательству, коллекционированию. И вот многое было сделано прямо по его воле, в том числе образован тот остров, который оказался, наверное, единственным в Москве сейчас рукотворным этого периода. Когда строился государев двор, вместе с ним, конечно же, был построен и храм, Покровский собор, который принадлежит к архитектуре XVII века. Расскажите немножечко вот об этом строительстве. Ну, как известно, любая русская усадьба немыслим была бы без храма. Храм – это образующая ось, главный такой композиционный центр, так же, как Колумбинская немыслим для нас без Вознесения, а потом Казанской церкви внутри государева двора, так и Измайлова немыслим без Покровского собора. Но не только. Покровский собор был и остается главным храмом этого острова, Измайлова в целом. Это замечательное каменное сооружение, связанное с периодом строительства и деятельности именно Алексея Михайловича, затем Федора Алексеевича. Но мы помним, что впервые Покровская церковь была заложена еще в период прежних владельцев, родственников Алексея Михайловича, и там находилась Деревянная Покровская церковь. Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена в родовой вотчине Романовых в память Победы над поляками вместе с еще тремя Покровскими храмами в разных городах. Ведь Победа была одержана именно в день этого праздника. Эти благодарственные храмы знаменовали освобождение московских земель от польско-литовских войск и окончание смутного времени. Каменный храм, заложенный Алексеем Михайловичем на месте Деревянного, а завершенный почти через 8 лет уже Федором Алексеевичем, это посвящение сохранил и был освящен в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Его строительство было связано с основной каменной деятельностью на острове. Для этого были приглашены артели мастеров из разных областей и отдаленных уголков России. Руководил ими московская подмастерия каменных дел Иван Кузнечик. Это происходило в 70-х годах 17-го столетия. В это же время ставились и основные каменные постройки, то есть Государев двор, палаты. Храм колоссальный на самом деле. Для московских храмов этого периода это что-то необыкновенное. Храм ставился все-таки уже в царской резиденции, каменный храм. И в то же время множество инноваций. Вот как бы традиционное архитектурное решение, а применение, собственно говоря, орнаментального убранства практически барочного периода. Вот этот вариант московского барокко с изразцовым богатством невероятным. Вот эти самые изразцы, которые украшают храм, в котором я служу, похожие, кстати, находятся в экспозиции вашего музея. Прямо один в один напоминают мне те изразцы на Степану Полубеса, которым украшен храм Святой Троицы в Хохлах. Говорить о 17 веке без изразцов невозможно. Это действительно буйство внутри направления декоративно-прикладного искусства. Это доминанта. Херувимы – один из самых известных орнаментов знаменитого мастера Степана Полубеса, который украшал изразцами Новый Иерусалимский монастырь, а потом и Москву. Еще одно узнаваемое изображение – павлинье ока. Главный орнаментальный мотив измайловских изразцов. От новоирусалимских изводов он отличается обилием белой эмали. Этот узор является визитной карточкой нашего Измайлова и украшает наш великолепный собор. Сюжет павлиньего ока еще иногда ассоциирует с сюжетом неопалимой купины, когда Господь разговаривал с Моисеем из горящего, но не сгорающего куста терновника. И вот этот рисунок, который находится на нашем Покровском соборе, он напоминает горящий, не сгорающий куст терновника. Сквозь его веточки прорываются искорки яркого пламени. Покровский собор стал главным украшением Измайловского острова. К Покровскому собору вплотную примыкает Николаевская богодельня. Она сохранилась вместе с храмом, который тогда, в тот период, стал воинским храмом. Она называется Николаевская, Николаевская-Измайловская военная богодельня. Она наследовала имя за своим создателем. Но впервые эта идея прозвучала еще вот в манифестах императора Александра. Идея благодарности, необходимой заботы о раненых. И внимание к ним, которое Николай оказывал, Николай I, вслед заветом Александровского комитета о раненых. Потому что это решение 14-го года, еще 1814 года. И вот усилиями Николая Павловича создавалась здесь эта богодельня. Он и лично принимал огромное участие в строительстве богодельня. К началу 19-го века Измайловский остров свое значение государева двора утратил и находился в запустении. Пруды обмелели, прекрасные сады одичали, каменный мост разобран. Никто из августейших особ давно здесь не жил. Покровский собор был закрыт. После войны 1812 года он находился в аварийном состоянии, которое усугубилось тем, что французы, пытаясь спастись от московской стужи, жгли в нем костры. В 1837 году произошло событие, которое очень повлияло на жизнь Измайловского острова. Летом сюда приехал Александр Николаевич, будущий император Александр II, который посмотрел на остров и написал своему отцу Николаю Первому письмо. Слава Богу, что сейчас велено беречь сии руины. Это замечательное место. И осенью 1837 года, а напомню, это был год 25-летия Отечественной войны 1812 года, сюда приехал император Николай I, который посмотрел на остров и принял решение, что здесь надо создать богодельню, богодельню, рассчитанную на преимущественно старых солдат и офицеров. Император знал, какую заботу проявляет о своих увечных и престарелых воинах Европа. Еще наследником престола ему довелось побывать в доме инвалидов в Париже, где все было продумано до мелочей. И теперь это заведение служило для него образцом. Николай I пригласил очень известного архитектора, своего любимого архитектора Константина Андреевича Тона, перед которым он поставил такую задачу. К древнему храму Покрова Пресвятой Богородицы с трех сторон плотную пристроить три больших здания будущей военной богодельни. К тому времени здание собора дало трещины. Пристройка трех корпусов, конечно, испортила его облик. Но это был реальный способ укрепить ветшающее здание с трех сторон и таким образом сохранить старинный храм 17 века. Пришлось разобрать северные и южные крыльца, исчезло израсовое убранство, но зато храм стал домовым храмом будущей богодельни. Из всех трех корпусов можно было, не выходя на улицу, попасть в храм. На первом этаже северного корпуса размещался лазарет, и лежачие больные могли при открытых дверях палат, не вставая, слушать возобновившееся богослужение. Часто храм называют воинским храмом, но это скорее некоторая условность. Хотя бы потому, что мысль, которая задала тон этому храму, это был все-таки разум, воля, интуиция воина. Государь все-таки был из воинской касты. Следующая страница храма – XIX век, когда государь Николай I свою водчину, измазовскую водчину, пожертвовал под богодельни. И это второй повод заговорить о храме, как о воинском. Хотя все-таки он скорее больничный. Как храм благодарности тем, кто собой жертвовал. Есть любопытный эпизод, когда они вместе с архитектором Константином Андреевичем Тоном поднимаются по лестнице, он поднимается второго на третий этаж и говорит, как же так, Константин Андреевич, нам с вами тяжело подниматься, а как же мы сюда предполагали поднимать больных и инвалидов. И в связи с этим меняется обустройство, то есть та самая идея доступной среды, которая сейчас очень на слуху. Возникает еще в те времена. То есть, получается, были устроены поручни и лавочки на специальных отделениях для того, чтобы воины могли бы отдохнуть. Так что очень разумное отношение, так сказать, забота об инвалидах. Благодаря деятельности благотворителей генерал-губернатора московского правителя Закревского, благодаря деятельности купцов, очень много имен Рахманов, солдатенков, кого же здесь только не вспомнишь, Гучковы, Мазурины, очень многие жертвовали на эту богадельню. И ряд из них имел здесь своих даже подопечных пенсионеров. То есть специально опекали конкретных людей. Именно, вот опять тот самый как-то личностной подход. 400 солдат размещались очень компактно в этих двух больших зданиях, пристроенных к Покровскому собору. 25 человек в палате. Палаты большие, потолки высокие, воздуху много. У каждого солдата по кровати, стулу, тумбочке. Ну, самое необходимое, скромное. Надо сказать, что у солдат была пенсия, которую выплачивал Александровский комитет о раненых. Проживая здесь, солдат не платил за проживание, ни за питание, ни за лечение. Но если лазарет не справлялся, то направляли на лечение в московский военный госпиталь, нынешний госпиталь Бурденко. В богадельне сохранялся военный дух. Строгий распорядок дня, что человеку военному было привычно. Утром был у них смотр, на котором зачитывались работы на день, награждения, увольнения, какие-то события. И после этого трудоспособные солдаты принимались за работу. Ну, а те, у кого сил не было, просто гуляли, посещали храм. Чем занимались ветераны? Какими видами работ? Ну, надо сказать, что они, конечно, были разными. Потому что, отслужив 25 лет, солдату могло быть 42-45 лет. И они еще могли быть и крепкими, и бодрыми, и даже некоторые женились. У нас здесь был семейный дом, построенный позже. Так вот, молодые солдаты могли и подрабатывать, работали на конюшне, работали в огородах, здесь были огороды, служили прислугой-офицером. И получали за это небольшую денежку, которая тоже была не лишней. Известная история, как купец Иван Сорокин в литейной мастерской богодельни заказал фонтан, оплатил материал, оплатил работу литейщиков, а готовый фонтан богодельни же и подарил. Этот подарок до сих пор стоит перед Покровским собором. А как развивалось потом, после смерти Николая Первого, вот это дело благотворительное, кто потом еще в нем участвовал? Ведь вообще Романова всегда, сама династия всегда отличалась особой склонностью к делам благотворительности и милосердия. Да, это так. И вот остров, который, очевидно, как-то давал все возможности для реализации таких настроений. Первые визиты туда Николая Первого, буквально сразу же там появляется будущий наследник Александр Второй, в то время еще князем. И с тех пор Александр Второй всячески содействовал ее расцвету. И мне приятно вспомнить в этой связи как раз и вот Марию Федоровну, это уже конец 80-х годов, которая часть своей личной земли передает, дополняет как раз для проживающих в богодельни возможности их расширять. Семейный дом, библиотеки, детские сады, школы, лазареты, воины всех компаний пострадавших. То есть такой остров социального служения. Абсолютно. Остров благотворительности. Абсолютно, да. Очень интересная история, очень интересная сама по себе история, как история русской благотворительности. Официально богодельню не закрывали. Но после революции она осталась без финансирования. И ветераны разошлись и разъехались кто куда. Жилые корпуса были отданы под коммунальные квартиры. Это интерьер, старая московская квартира, который был создан сотрудниками музея-собоведника, чтобы рассказать о том, что было в Измайлове, на Измайловском острове в советские годы. Здесь было решено создать рабочий поселок. В связи с большим, как бы сейчас сказали, миграционным кризисом, когда очень много людей приезжало в Москву и пригороды, пытались устроиться на работу, найти жилье. Так вот, здесь давали жилье рабочим различных заводов и фабриков, таких как серп и молот, электроламповый завод, авиационный завод номер 24. На острове путем сельских переделок было создано около 200 коммунальных квартир. И в этом пространстве, на небольшом, в сущности, острове, проживало в разные годы от 2,5 до 5 тысяч человек. Усадьба получила название «Городок имени Баумана». Под этим адресом она и сегодня пребывает на карте Москвы. В 2013 году был опубликован исторический очерк «Николаевская военная богодельня» в Измайлове. Автор его, Александр Александрович Кузнецов, писатель, в прошлом вице-президент русского исторического общества, родился здесь, на острове, в бывшем солдатском доме. Очерк о богодельне стал одной из последних его работ. В нем он приводит свои воспоминания и множество выдержек из документов военно-исторического архива. Военная история Измайлова связана еще с одним прекрасным именем. Это, конечно, император Петр, который здесь, на этих прудах, рядом с этим островом, как раз и впервые занимался устройством будущего российского флота. Вот так знаменитый ботик Петра, в общем, мне кажется, был найден именно там. Да, действительно, ботик, который сейчас является главным эспанатом военно-морского музея в Петербурге, его подлинным украшением. Это старый английский бот, закуплен еще у английских купцов, подарен потом Никите Ивановичу Романову. И этот бот оставался на острове, находился в льняном сарае. 16-летний Петр в 1888 году, в 1688 году, гуляя, обнаружил этот бот, обратился за разъяснениями. Какая находка для юношей вообще замечательная. Да, тем более, что он сразу попытался его опустить по Серебрянке, по реке прилегающей, которая окружает остров. И, конечно, был несколько расстроен тем, что бот ведет себя как бы неправильно. Это старый английский бот, который пришел в определенное запустение. Он обращается к Францию Тиммерману за помощью, приводит бот в порядок, и потом по Серебрянке, по неподалеку речке Хохловка, по Яузе опробируется, как бы мы сказали, сейчас этот бот. А дедушка русского флота его прозвали после метких слов Петра Первого. Когда ботик был перевезен уже из Петербурга в Кронштадт, он прошел под штандартом вдоль флотилии под барабанный бой и гром корабельных пушек под звуки музыки и крики «Ура!». Высадившись на берег, Петр произнес «Смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют». В том же году дедушка русского флота перевезен в Петербург для вечного хранения. Современная коллекция декоративно-прикладного искусства, которая сегодня замечательной коллекцией музея при усадьбе, воссоздает для нас образ райского сада. Ведь это не случайно, наверное, так подобрана коллекция, как образ небесного Юрасолима. Конечно, вы правы, отец Алексей. Дело в том, что XVII век это время, как вы помните, в русской истории труднейшее. И хотя на Измаловском острове были исключительно экспериментальные опыты сельскохозяйственные, тетральные, дипломатические приемы, здесь не было такого отрицательного опыта, как, допустим, медный бунт или соляные бунты в Москве. Здесь не было таких серьезных восстаний, которые угрожали основам царской государственной власти, государственному устройству. Но, тем не менее, век потрясений XVII, век контрастов. И именно в это время, наверное, такая тяга в обществе, в русском обществе, вот это потребность стремления к идеалу, особая потребность, которая связана и, понятно, в связи с христианским убеждением, поскольку все искусство наше, естественно, настроилось на христианской основе, это те образы, которые представлены в декоративном прикладном искусстве. Но и вот то стремление к эстетическому идеалу эпохи, которое отталкивалось, наверное, от тяжелых, смутных переживаний. И поэтому роскошь барокко, образы райского древа, так сказать, процветшие листья канфы, редчайшие плоды, причем те заморские, которые были так любимы во времена Алексея Михайловича, и часть из которых здесь же выращивалась, то есть именно здесь же были попытки вырасти тутовое дерево, желкопрят, гранаты привозились, вот все это соединение буйства красок и буйства цвета, все это воплощено и в тех предметах красиво-прикладного искусства, которые мы видим на острове. Раем на земле задуман был Измайловский остров и территории, окружающие его. Прекрасные сады не сводились только лишь к сельскохозяйственным экспериментам. В мировоззрении средневекового человека с образом благоухающего сада был связан образ рая, небесного града Иерусалима. Сад земной с садом небесным. Образы небесного сада в изобилии прорастали в искусстве. Выставка в мостовой башне ведет нас в XVII век. Фрагменты белокаменного и израстцового убранства построек, детали резных иконостасов, многообразие ярких красок эмалей и позолоты. Экспонаты здесь представлены, они нас как бы погружают в эту атмосферу райского сада, и главным экспонатом являются царские врата. Если мы с вами присмотримся, то увидим, например, здесь виноградную лозу. Очень часто иконостас и царские врата увиты виноградной лозой. Виноград – символ райского сада, символ Иисуса Христа. Тема виноградной лозы увитая, роскошная, богатая, и она, конечно, является украшением нашей выставки. Здесь можно увидеть цветы, которые, несомненно, должны быть в райском саду. Например, подсолнух, подсолнух – символ послушания. Другой цветок – это крин благоуханный, это цветок лилии. В Деве Марии явился архангел Гавриил, преподнес ей цветок лилии как символ Бога воплощения. Дивные врата венчаются короной, короной царя славы Иисуса Христа. Мы видим, что тема природы и сада в искусстве XVII века не была ни бытовой, ни банальной. Обращаясь к образам священного писания, художники языком искусства говорили о блаженном начале, положенном в основу мира и человека. Сегодня Исмаилова одна из самых прекрасных усадьб Москвы. А что ее отличает от других? В общем, Москва богата усадьбами, что вот Исмаилова для вас? В чем ее гений, если можно так сказать? Гений места, да. На мой взгляд, это место, с одной стороны, удивительно напоминающее московское старение и принципиально отличающееся, допустим, от петербургских дворцов, дворцово-парковых ансамблей. Это такая ностальгия по старой московской жизни. И причем почти все императоры и империатрицы в XVIII веке оказываясь там как бы играли, одевали на себя, примеривали эти одежды московских правителей. А в то же время это удивительно теплое, я думаю, нравственное, если это возможно, так сказать, произнести, нравственное место, очень теплое, с замечательными пейзажами, невероятной архитектурой. И, конечно, вот эти памятники XIX века, богодельни, которые стоят на фундаментах XVII века, они, очевидно, передают нам ту историю места, которую иначе не ощутить, как прибыв сюда. Поэтому приглашаю всех и вас, отец Алексей, появиться у нас в гостях. С радостью принимаю ваше приглашение, Ирина Александровна, и благодарю вас за такую замечательную и очень интересную беседу. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Мы увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok